Анекдот из жизни. Поехали однажды мои знакомые летом в отпуск отдыхать, а ключи от своей квартиры передали соседке по площадке, чтобы там в их отсутствие в доме цветы поливала и кота Мурзика кормила. Соседка была девушкой молодой, любила погулять и в первый же день ключи от чужой квартиры потеряла. Что делать? Разыскивать хозяев она не стала, дверь чужую взламывать тоже не стала. Тем более, что знакомые мои на целый месяц в Египет спинки греть уехали. Думает, приедут, покаюсь, расскажу. Что ключи в первый же день их отъезда потеряла, будучи в нетрезвом состоянии, перебрав изрядно C2H5OH. Может простят, а вот что теперь делать с котом? Пойдет ведь смертью храбрых, ни в чем не повинное животное. Так и прожила с этими мыслями целый месяц. Когда хозяева квартиры вернулись из поездки, девушка, каясь и заикаясь, все им на чистоту выложила. Те долго думать не стали, из ЖЭКа мастера вызвали, взломали замки и тут же начали обход квартиры. Цветы, конечно, на подоконнике завяли, поскольку их месяц никто не поливал. Но домочадцев интересовал вопрос, где же кот? Начали искать. Зашли в спальню, позвали. Тишина. Ходят по комнатам, удивляются. Кошак-то от голода сдох, наверное. Тогда почему запах от тухлятины в квартире нет? Заглянули под диван, а там от синуса к косинусу. Однако дной, ровненько, в линейку лежал кошачий презент. Анусовые кошачьи конструкции. Думают, значит жив Мурзик, жив дурилка. Тут же всей семьей в домашних условиях экспертизу какашек кошачьих провели. Понюхали, потрогали, обрадовались. Ура! Какашки-то свежие и с еще большим усердием принялись за поиски кота. А хозяйка квартиры перед отъездом была на рынке и купила несколько килограмм лука репчатого и рассыпала его на полу в углу на лоджии посушить, пока они всей семьей будут в отъезде. И совсем забыла об этом. А вспомнила только тогда, когда они, обойдя квартиру в поисках кота, зашли на лоджию и увидели следующую картину. Их любимый кот Мурзик, исхудавший, но гордый, сидел на коврике одной лапой. Он придерживал последнюю луковицу и жевал ее, а другой вытирал слезы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова